И Запад действительно устремляется в очень агрессивную атаку. Выход один на один от Шкалёвой. И что за сейф от Грэдзи? Шикарная игра вратаря, шикарное спасение ловушкой. Ну что за красота? Здравствуйте, друзья! Говорит и показывает Тула! Говорит и показывает Тула! Большой праздник! Фонбет неделя звёзд континентальной хоккейной лиги стартует именно здесь. Оружейная столица Российской Федерации. Главный тренер Запада. Говорят, Наталья Кларк подарила какие-то подарки девушкам. Что это было? Ну это индивидуальные подарки. Девчонки очень довольны этими подарками. Ну после игры посмотрим. А вам она что-нибудь подарила? Ну пока нет, мы обменяемся подарками. После игры у меня тоже сюрприз длини есть. В этот раз, согласно тенденции, должен выиграть Восток. На вас это давит? Ну посмотрим. Все склоняются к этой мысли. Но мы в поддавке не собираемся играть. Поэтому настраивала девчонку только на победу. Главный тренер сборной Востока. Скажите, как Александра Лускова встретили в команде? Ну очень хорошо. Я думаю, девочки все прислушаются к её разговорам, речам. Я думаю, что очень даже приятно с ней работать. За что, Саша, отвечать будет? Я думаю, за всё. Из-за нападающих, из-за защитников, из-за игру в меньшинстве-большинстве. Согласно последним тенденциям, сегодня должны победить именно вы, сборная Востока. На вас это давит? Нет, абсолютно не давит. Я думаю, что девочки настроены. И игра должна быть хорошей, боевой. Как капитана выбирали и кто им стал? Капитана выбирали голосованием, им стала Аня Шибанова. Может быть, какие-то домашние заготовки есть у вас на матч звёзд? Да нет, а какие домашние заготовки? Всё в процессе игры. Дарья Бросимова отправляет шайбу на площадку и Восток забирает стартовое выбрасывание. Поехали. Ну что, на самом деле, на самом деле, интересно. Ты вот говорила уже о том, что у Запада такой сплав опыта и молодости, как это положено называть. Действительно, много молодых хоккеистов, но много и больше опытных хоккеистов. Вот, может быть, это сегодня сыграет свою роль? Конечно, но мы видим сейчас, застаём как раз Запад в атаке. Тем самым это было лидирующее звено Нижегородского торпеда. Однако, Восток оставляет шайбу в чужой зоне и продолжает днуть свою линию. Павлова издалека бросает добивание с острого угла. И снова Тараканова, в общем, сполна офравдывает звание, которым я её наградил во время объявления состава. Нижегородская стена по-другому и не скажешь. Не получается выйти из зоны хоккеистового Востока. И здесь Зарипова пыталась нанести в атаке. Восток был заблокирован, опрасный момент, и гол! 1-0. Запад открывает счёт. Ландыш-Фаляхова, ну, конечно, лучший бомбардир чемпионата ЖХЛ на данный момент. Забрасывает первую шайбу в этой встрече. Грэдзен, ну, ничего уже сделать не могла. Там нужно было какой-то чудесный прыжок от штанги к штанге совершать. Кисти в красном, шайба в нейтральную зону. Ну, так, а здесь ли не удаление, а здесь удаление. Так что Запад ещё раз в большинстве поиграет. Пока пауза с этим связана. Давай как раз про турнирную таблицу поговорим. Ну, в общем-то, очень солидный игрок по меркам женской хоккейной лиги. Но это гол! 2-0! Запад укрепляет своё преимущество. Вот и большинство заработало. Пока 50% реализации. Но, правда, что это здесь? Здесь Восток пытается оскорить взятие ворота. И о чём-то спортом суть не идёт. И Рогова на синюю линию. Оттуда в левый круг бросование. И... Ну, а к чему здесь придираться? Я даже не знаю. Понятно, что таковы правила игры. Можно попытаться там оскорить шайбу. Но, по-моему, Мария Полоскова честный хороший гол забросила. Сосина отдаёт хорошую родного. Родного в 1-0. И шайбом, рикошетом от Валерии Павловой летит стекло заградительное. Остаётся, естественно, шайба под контролем запада. Шкалёва! Шкалёва в центр! Добивание! Грэдзен справляется и с первой угрозой, и со второй. Ну, кстати, про Шкалёву тоже, наверное, надо поговорить. И вновь в хоккеистский. И тут Мария Баталу на острее. Так и бросок! И гол! Забрасывают. Отыгрывают одну шайбу хоккеистки Востока. Как я и говорила, что всё только начинается. И здесь накал страстей, как раз который покажет, наверное, тульским болельщикам, пришедшие на матчи. Да вы, дорогие телезрители, увидите, что женский хоккей стоит внимания. И на него следует посмотреть, ведь девчонки сражаются постоянно, как говорится, с холодной головой и горячим сердцем. Здесь Павлова перехватывает отличную передачу на Чегошева. Чегошева на Маркову, бросок, и браво Валерия Тараканова. Очень надёжно играет голкипер и без шансов для нападающего Востока забирает эту шайбу. Я видел точно, как Зарипова себе на ход выигрывает и сама прорывается на бросковую позицию. Первый период подошёл к концу. 2-1. Команда Запада обыгрывает команду Востока в матче звёзд женской хоккейной лиги. Маша, ты знаешь вообще, что ты вошла в историю матча звёзд ЖХЛ? Нет. У тебя, ты автор самого юного молодого гола. Поздравляем. Как себя чувствуешь после этого? Спасибо за поздравление. Чувствую себя прекрасно. Эмоции просто бешеные. Спасибо моим партнёрам. Мне осталось только забить, направить в ворота шайбу. Наталья Кларк вам подарила блеск для губ, насколько я понимаю. Ты им уже воспользовалась? Да, конечно. Я думаю, вся наша команда им воспользовалась, но я тоже. Ну а так вообще, какие ощущения и эмоции от первого периода? Ну вы вроде здорово начали, потом пропустили. Что произошло? Эмоции нереальные. Игра очень классная. Мне всё нравится. Забили, да, два гола. Ну, соперник разлился, видимо, тоже нам добавил. Но мы во втором периоде выйдем и покажем, что мы умеем. Ну а сейчас мы видим, что уже готовы, готовы стартовать, девчонки. Выступать тогда уже во втором периоде. Да, а мы с тобой выступим уже во втором перерыве. Дальше слово Олегу Морозову Ане Пруговой. Шаеву сохранили в чужой зоне. Отличный отбор. И Маркова убегает один на один. Нет! Но нет не просто так, а потому что было нарушение правил. Удар соперника к плюшкой булит, дамы и господа. А в ЖХЛ-то на её счету очень интересное достижение. Ей в 2021 году Илона Пентатрик оформила, а сегодня пока забросить не может. Пентатрик, это на секундочку, если вы вдруг забыли или не знали, это 5 шайб. В одном матче и таких случаев в истории женской хоккейной лиги всего 4. Причем 2 из них у Алифтины Полуниной. Чем коварен и интересен второй период? Это умение наложения, закрывать зону соперника. Ну и, конечно же, блестящие контратаки, которые девушки показывают. И шайба в воротах. Вот таким вот незамысловатым образом из-за ворот. Отправляет шайбу в сторону галкипера. Ландыш-Фаляхова отдали, замыкает и принимает поздравление лучший снайпер на сегодняшний день женской хоккейной лиги Елизавета Шкалёва. И запад действительно устремляется в очень агрессивную атаку. Выход 1 на 1 от Шкалёвой. И что за сейф от Грэдзи? Шикарная игра вратаря. Шикарное спасение ловушкой. Ну что за красота? Потрясающий. У меня нет слов, насколько надежно сыграла Дарья. Вроде бы уже была отыграна, но буквально как пантера бросилась она на эту шайбу. А это шанс на контрудар. Что здесь получится у Фаляховой? Из-за ворот на пятак. Что за передача? И что опять творит Грэдзи? Вновь восхищаюсь игрой Дарьи. Шикарный и матч звезд в ее исполнении. Ну и в общем-то шикарные сезоны. Что прошлый, что текущий. Так, а вот теперь момент возле ворот. От Волковой. И ну тоже, в общем-то, Восток был близок к тому, чтобы застать врасплох только что вышедшего на площадку вратаря. Да, и возможно когда-нибудь... Ух ты, здравствуйте. Это практически силовой от Нестеровой. Ну я думаю, его таковым можно посчитать. Волкова там сражается вместе со своими полевыми игроками. И у нее это получается пока, по крайней мере, без проблем. Баталова заряжает. Ух ты. Я вот не видел, как шайба в ловушку Волковой прилетела. А Волкова все видела. В режиме Лена Третьяк не позволила это сделать. И мощный щелчок принимает на себя Вероника Коржакова. Отдает передачу на Ольгу Сочину. Ольга Сочина 1-0. Бросок. Гол! Ну и давайте наслаждаться этим моментом. А все началось даже не с блока, да, а с того, что шайба прилетает в коньки одной из хоккеистов к востоку. А в итоге вот такая передача. Сосина уходит чужим воротом. Ничего не стало хитрого придумывать. Не стало раскачивать вратаря. Просто бросила в домик. Вот такая вот красота. При этом я вот как не посмотрю, не почитаю какие-то интервью с Ольгой. Она всегда говорит, я больше отдаю, чем забиваю. 3-3. Восток сравнивает счет. И вот так за 2 минуты до конца второго периода все у нас обнуляется в этом матче. Вот такая вот незадача для Запада. Меньше минуты потребовалось хоккеистам Востока, чтобы догнать соперниц Запада. Нет, по-моему, кстати, мне послышалось, что судьи сейчас сказали, что это была Екатерина Чакошева. Так и есть. А тут уже гол вновь выходит Запад вперед. И будем наблюдать за развитием этих событий. Очень активно была на пятаке Александра Нестерова. О, ну это, конечно, гол тот самый, трудовой, да, с мясом, по-другому и не назовешь. Все. Ну ладно, случился все-таки бросок под занавес второго периода. 4-3 в пользу Запада. Маш, долго ждали, пока нам передадут слово. Ну, вообще, как настроение, что так разбегались-то в конце второго периода? Не знаю, как-то вышли, может, после круга скорости на девчонок насмотрелись. И даже как-то помедленнее их смотрелись. Вот. Ну, в принципе, добавились. Как-то немножко зажаты стали, когда пропустили. Может, не верили девчонки в свои силы или как-то расстроились, что пропустили третью шайбу. Но нужно было собраться. Хорошо, что мы организовали хороший момент. И Оля заключительно хорошо бросила, попала. У тебя 1 плюс 1 уже. Скажи, пожалуйста, как ты оказался вообще перед воротами? Ты же защитник. Вот что ты там делала, когда забивала? Я, в принципе, атакующий защитник. Я очень люблю подключаться, помогать нашим нападающим. Как они нам в обороне помогают, так и я им в нападении. Поэтому получился хороший момент. Ольга меня увидела, отдала передачу. Мне оставалось только забить. Подхватываем с удовольствием. С удовольствием большим. И смотрим третий период матча звезд женской хоккейной лиги, который может стать самым результативным матчем звезд ЖКЛ в истории. Противодействие Ольги Сосина и уже перехват и хоккеиста Востока. Ольга Сосина на острие атаки. Бросок этот пожарщинник. И это дубль. Ольга Сосина оформляет дубль в сегодняшнем матче. И это второй дубль в истории матчей звезд ЖКЛ в прошлом году Нестерова. Про это не стоит опять же забывать. А теперь Исосина. Лучший бомбардир матча звезд женской хоккейной лиги. Делает дубль. Гонится за абсолютным рекордом Сергея Мазякина в континентальной хоккейной лиге. И скорее всего скоро так будет. Ой, ой, что было сейчас. Третьяк выкатила из ворот. Но шайбу-то не убрала от соперника. И едва не получила пустые практически свои ворота. Это был бы номер. Ну и какое-то время прошло. Тут уже кто-то мог подустать. Уже может быть не такая свежесть будет в меньшинстве. Восток забрасывает и выходит вперед. Вот все эти рассуждения про большинство Запада. Сейчас ничего абсолютно не стоят. Вероника Коржакова забрасывает важнейшую шайбу для Востока в середине третьего периода. А вот теперь... Нет, теперь все еще остается шайба в зоне. В зоне Востока. Только вот бросков нет. На пятак прилетает шайба и броска все равно нет. Восток отбрасывается. А проброса не будет. А значит все. А значит все. Восток побеждает и сравнивает счет в противостоянии матчей звезд женской хоккейной лиги. И 3-3 теперь по играм. 5-4 в этом сумасшедшем, напряженном, очень результативном матче. Как мы говорили перед эфиром, целых 7 хоккеисток впервые были выбраны для участия в неделе звезд хоккея. И опять же, это память. Это память очень хорошая, очень приятная. Самая, наверное, потрясающая церемония. Вот это ощущение победы, праздника. Это золотистые конфетти, которые осыпают девушек. Матч звезд прошел на ура. Матч звезд прошел на ура. Это точно с этим, я думаю, никто спорить не будет. Неделя звезд хоккея начинается с очень яркой игры. Фантастическая игра, как будто бы лучший матч звезд ЖХЛ в истории, нет? Ну, для Востока может быть, конечно. А так, очень классная атмосфера, очень крутая поддержка. Было громко, круто и эмоционально. Как тебе Тула, да? Вот ты говоришь про поддержку. Вообще, вы же тут, ну, у вас тут нет команды ЖХЛ. Вы приехали сюда, сыграли тут. Какие ощущения? Ну, к сожалению, не особо получилось прогуляться по городу. Но девочки ходили, тульские пряники лепили. Говорят, что очень интересно, очень понравилось. И город, говорят, что очень красивый. Сама не могу сказать, не была. Проигрывали, победили. Как? Ну, я думаю, что все-таки последний период мы сыграли более увереннее, вот, нежели два периода. И поэтому победили. Девочки хотели победить, а они доказали, что они сильнейшие в этом матче. Как вам Тула или пилили вы пряники? Ну, я скажу, что Тула хорошо нас приняла. И, в общем-то, болельщики очень даже приятно удивили, то, что столько соблоросна рода. И они поддерживали. Очень спасибо большое болельщикам за этот вечер.